Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости» в студии Екатерина Алексеева. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В следующем году на реновацию Норильска предусмотрено в два раза больше федеральных средств. Об этом заявил руководитель региона Михаил Котюков. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края во время посещения Норильска, глава правительства Михаил Мишустин подтвердил, что в следующем году объем федерального финансирования программы реновации увеличится. Уже в следующем году за счет федерального бюджета объем средств составит 1 миллиард 600 миллионов рублей и далее будет поддерживаться примерно на этом уровне. Совокупные вложения бюджета края и бюджета Норильска должны будут вырасти практически в четыре раза, поэтому это дополнительный объем средств, который придет на улучшение качества жизни в городе. Также в этом плане модернизация объектов социальных, это объекты образования, объекты здравоохранения, что примечательно, весь план модернизации обеспечивается более чем на 80% за счет участия градообразующих предприятий, которые сегодня в процессе доклада по отдельным объектам брали на себя в том числе и дополнительные обязательства по включению объектов ранее в этом плане не предусмотрены. Напомню, программа реновации входит в мероприятие комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года. План также включает модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие социальной сферы, благоустройство общественных пространств города. Город развивается, край намерен поддерживать Норильск, нерешаемых проблем нет. Таковы, пожалуй, основные тезисы интервью, которые дал Михаил Котюков по итогам работы в Норильске. Норильск меняется в лучшую сторону. Темпы этой работы позволяют ставить еще более амбициозные задачи. Средства на их выполнение будут, заверил руководитель региона по итогам встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Город действительно меняется в лучшую сторону. Визуально город стал зеленее. Раньше я не помню, что в городе были такие высокие деревья. Город стал чище. В городе видно, что идет работа по реконструкции фасадов. Появляются современные здания. Понятно, что очень сложно строить новое в таких условиях. Но, тем не менее, команда сегодня, которая работает в городе, уже к этим решениям нашла подход. Поэтому и комплексный план, о котором мы сегодня говорили, предполагает существенное увеличение объемов ресурсов. Уже в следующем году сумма только за счет федеральных денег будет вдвое больше. И сегодня Михаил Владимирович это подтвердил еще раз, что эти планы должны быть выполнены в полном объеме. Участие города и края должно быть увеличено в четыре раза. И это очень серьезная задача, с которой нам предстоит справиться. Чтобы город как можно быстрее получал новый облик, который будет создавать более комфортные условия жизни. И я не сомневаюсь, что все эти планы мы вместе будем выполнять. В администрации уже ведут подготовку к существенному увеличению объемов работ. Важно обеспечить своевременную доставку материалов на территорию, наличие подрядчиков и внедрять современные формы управления процессами. Если мы говорим про дороги, нужно обсуждать контракты жизненного цикла. Когда строительство и содержание дорог в пределах всего нормативного срока эксплуатации находится в одном контракте. И одна организация отвечает и за строительство, и за содержание. Поэтому качество стройки существенно должно возрастать. Потому что потом, если какие-то вскрываются недоделки, их придется реализовать за собственный счет. Об этом нужно внимательно подумать и такие формы предлагать. Мы видим тот объем инвестиций, инвестиционных задач, которые решаются в Норильске. И это решает и градообразующие предприятия, и город. Поэтому интерес подрядных организаций к работе в Норильске каждый год нарастает. И в этом смысле, думаю, что мы сможем совместными усилиями эту техническую часть задачи решить. Чтобы заранее спланировать объемы, заранее понять, как нужно в сегодняшнюю навигацию завести материалы, технику для следующего сезона строительных работ. В общем, здесь нужно сделать все наперед. Все, что от края нужно будет решать, мы, конечно, будем здесь помогать обязательно. Потому что проект реновации Норильска – это не просто проект города, а это сегодня проект Красноярского края, проект всей страны. Михаил Котюков ответил также на вопросы, касающиеся привлечения кадров на территорию, развития сферы образования, социальной сферы. Полную версию программы «Интервью» смотрите в нашем эфире в 19.45 или прямо сейчас на нашем канале в Ютубе. Переводить деньги между своими счетами в разных банках можно будет без комиссий. Лимит при этом составит 30 миллионов рублей в месяц. Депутаты Госдумы во втором чтении приняли соответствующие поправки в закон о банках и банковской деятельности. Несмотря на лимит по сумме переводов, лимита по количеству транзакций не будет. Как отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, принятые поправки нацелены на защиту прав граждан. Они позволят каждому распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению, без каких-либо финансовых препятствий. Медведи стали чаще выходить к людям. Косолапова заметили очевидцы в районе турбазы Чайка. Видеозаписью встречи с хищником очевидцы делятся в соцсетях. Вот так, без капли стеснения или смущения, бурый спокойно исследует мусорку. За ним наблюдают два пса, но лай и присутствие рядом человека медведю не помеха. Он ищет себе пропитание. А это уже последствия, которые оставил за собой Косолапый. Сломав нехитрый замок, он забрался в летний домик, разворошил все вещи и скрылся с места преступления. Медведь – это опасное животное, и людям лучше избегать встречи с ним. Отмечу, помимо турбазы Чайка, медведя видели и около базы Парус. На прошлой неделе Мишка разгуливал возле турбазы Робинзон. Также Косолапого регулярно видят в районе Красных Камней. Жители просят быть осторожными при выездах на природу. Выпить кофе и почитать книгу. В Толнахской городской библиотеке открылась литературная кофейня «Винил вне времени». Пространство обустроили на грантовые средства. Проект библиотеки победил в конкурсе компании «Норникель. Мир новых возможностей». На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. В Толнахской городской библиотеке решили сменить пластинку и подойти к чтению книг с творческой стороны. Здесь открылась кофейня «Винил вне времени». Теперь приобщаться к литературе можно будет в уютной атмосфере с чашечкой кофе или горячего шоколада. На торжественном открытии побывал начальник Толнахского территориального управления Андрей Добровольский. Он рассказал, что сам регулярно уделяет время чтению и открытие такого пространства в библиотеке поможет повысить интерес к книгам у молодежи. Посыл таков, что это очень важно в любое время для страны, особенно в такое время, в котором мы сейчас с вами живем, чтобы литературные авторские вещи такие не развивались. Проект литературной кофейни удалось реализовать на грантовые средства. В этом году Толнахская городская библиотека стала победителем в конкурсе «Мир новых возможностей» от компании «Нурникель». Несколько месяцев шла работа по обустройству кофейни. Оформляли пространство, закупали оборудование, изготавливали барную стойку, разрабатывали меню. Теперь все готово к встрече гостей. С этим событием я поздравляю весь коллектив и желаю, чтобы это место всегда наполнялось интересными, хорошими событиями и была таким местом притяжения для горожан. К слову, помимо напитков, в меню кофейни есть легкие перекусы и десерты. Отмечу, кофейни работает на базе Толнахской городской библиотеки на Диксона-9. Софья Зиберева, Александр Вори, Норильские новости. На первой неделе августа эфир Норильск ТВ будет наполнен полезными и интересными фильмами. Покажем научно-популярные передачи о тайнах космоса и океана и художественную картину о возможностях сознания человека. Подробный обзор новинок нашего эфира прямо сейчас. Авторы программы «Нефакт» намерены разрушить мифы и фантастические теории, существующие в мире. Они доверяют только науке и только с научной точки зрения рассказывают о событиях и явлениях. Например, об инопланетянах и неопознанных летающих объектах. Были ли когда-то на Земле представители внеземных цивилизаций? И встречались ли они с человеком? Почему в сети то и дело появляются кадры необычных небесных тел? Смотрите выпуск программы во вторник утром. Стандартный сценарий фильма о пришельцах. Они прилетели, чтобы захватить нашу планету. Эта мысль вполне логична, ведь мы проецируем на другие виды свое собственное поведение. А люди – существа не самые миролюбивые. Существует мнение, что люди произошли не от обычных обезьян, а от земноводных приматов-амфибий. Подтвердить или опровергнуть это суждение решились авторы цикла передач «Земля – территория загадок». Правда ли, что на дне океана прячется загадочное сообщество разумных млекопитающих? Существуют ли русалки? И каких их теандров поймали в Каспийском море советские рыболовы? Узнаете в серии «Таинственные обитатели океана» во вторник. Вспомним, что вся жизнь на нашей планете зародилась в воде. Вполне вероятно, что и человек. Но не все вышли на сушу. Возможно, из-за задержки в процессе эволюции. Или по каким-то другим причинам. Во всяком случае, сегодня уже почти никто не сомневается в реальном существовании русалок. То есть существ с человеческим телом и рыбьим хвостом. Черная полоса в жизни нью-йоркского писателя Эдди заканчивается тогда, когда он начинает прием засекреченного препарата, способного расширять сознание человека. Его мозг начинает работать в несколько раз быстрее, рождая все новые и новые идеи. Эдди купается в славе, зарабатывает огромные суммы денег. Но на каждое действие есть свое противодействие. Внезапно у писателя начинают разбиваться побочные эффекты, справиться с которыми в одиночку он не в силах. Гони! Гони! Встречайте нового шерифа Таккервилля, удивительного львенка Кид Мэйна. Перед новоиспеченным борцом с преступностью стоит серьезная задача – поймать хитрого жулика мистера Таккера. Вместе со своим юристом-жирафом он проворачивает аферы и банкротит город. Удастся ли Киду сделать то, что еще ни у кого не получалось – изобличить коварного Таккера? У меня просьба, говорите, когда спросят. Идет? Но я… Джеб, когда спросят? Да, мистер Таккер, конечно. Мы что, кого-то ждем? Может, отопиться? Группа «Чаев» известна везде, где любят русский рок. Неповторимая музыка, легендарные хиты. Покажем юбилейный концерт группы в субботу вечером. Не пропустите. Софья Зиберова, Норильские новости. У нас на этом все. Сообщайте ваши новости по телефону 34 32 32. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем ютуб-канале и на сайте Норильск.тв. С вами была Екатерина Алексеева. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин